Римская инквизиция. Заглавие. Конгрегация доктрины и веры ответственна за сохранение вероучения и законов. Несмотря на то, что преемник пресловутой римской инквизиции, а в последнее время священной канцелярии, эта конгрегация предназначена в первую очередь для того, чтобы прилагать определенные усилия для пропаганды теологической ортодоксальности и защиты прав тех, кто обвиняется в отступлении. Конгрегация доктрины и веры – одна из старейших из девяти конгрегаций римской курии. Она создана, чтобы защищать церковь от ереси. Единственная цель конгрегации – распространять здоровые католические учения и защищать те позиции христианской традиции, которые находятся в опасности из-за новых неприемлемых учений, поддерживать и защищать целостность веры. Заглавие. Папа предлагает радикальную перемену римской курии. Грядут великие изменения в Ватиканской римской курии. Папа Франциск реконструирует римскую курию с главным офисом для евангелизации. Папа Франциск возважает евангелизацию над католическим учением в реформе в курии. Новый ватиканский документ поставил евангелизацию во главе учения. План реформ Ватикана принимает очертания – евангелизация превозносится над учением. Берни Нил. Время проповедовать. Католическая церковь нуждается в нас сейчас более, чем когда-либо. Мир нуждается в новых проповедниках, говорит Папа Франциск. Когда дело доходит до реформ курии, один диктатор всегда должен быть верховным. В офисах Ватикана проводится реконструкция, в ходе которой создается суперусловие для евангелизации, которое затмевает конгрегацию доктрин веры. Об этом говорится в апостольском установлении Папы Римского, запланированном к выпуску в конце июня, в котором говорится «Хватит проповедовать Евангелие на латыни». Совет кардинаров, близкий к Папе, разрабатывает установление, а либералы приветствуют этот шаг, утверждая, что новый отдел по евангелизации будет сосредоточен на более пастерском подходе к распространению Евангелия. Давайте сосредоточимся на учении, этом апостольском установлении. Вся деятельность Римской Курии была связана с бюрократией Вани Катикана, которая помогает Папе организовывать церковную деятельность и управлять ею. Вся деятельность Римской Курии должна быть действительно переупорядочнена вокруг евангелизации. Теперь с этой целью Папа устанавливает создание новой Курии, как вы сказали, для евангелизации. И это в основном происходит от слияния конгрегаций по евангелизации народов, которые организуют миссионерскую деятельность в церкви, и Папский Совет по продвижению новой евангелизации, которому поручено попытаться возродить здесь веру на Западе. Для того, чтобы дать больше власти в руки в этой ордена, специальным папским декретом была возрождена инквизиция. К таким средствам прибегал Рим, чтобы потушить свет реформации и лишить народ Библии, и вновь вернуть его в невежество и суемерие мрачного Средневековья. Испанский журнал «Вида Нуева» анонсировал документ по реформе ватиканских Курий. Он был разработан Папой Франциском и его советом из шести кардиналов. Он называется «Новоапостольское установление для проповеди Евангелия». Папа Римский может выступать и подписать новый закон, скорее всего, 29 июня. Его название демонстрирует главную новизну этой реформы. Дело в том, что приоритет церкви и Курии – проповедовать Евангелие, и все должно быть направлено на достижение этой цели. По этой причине самым важным отделом Ватикана будет новый отдел, посвященный евангелизации. Он будет охватывать Конгрегацию по евангелизации народов и Папский совет по содействию новой евангелизации. В VI столетии римские миссионеры начали работать над обращением саксонцев-язычников. Посланники Рима потребовали, чтобы эти христианские церкви признали верховную власть Папы. Британцы кротко ответили, что они желают любить всех людей, но что Папа не был уполномочен властвовать над церковью, и поэтому они могут только оказать ему такое же почтение и послушание, как и каждому последователю Христа. Тогда проявился истинный дух папства. Римский посланник ответил так. «Если вы не желаете принять братьев, которые принесли вам мир, тогда вы примите врагов, которые принесут вам войну». В этом интервью от июля 2008 года он рассказал о работе, которую выполняет Конгрегация по вероучению, и напомнил, что ее первая миссия состоит в том, чтобы содействовать распространению, а вторая – защищать католическое учение. Содействовать – значит делать веру известной, чтобы помогать жить в вере, а защищать ее – значит избегать отступлений. Я считаю, что цель состоит в том, чтобы продвигать и защищать. Самое главное – продвигать. Иногда создаются клише, которые не отвечают реальности. Рим был глубоко заинтересован в том, чтобы уничтожить всякий след расхождения во взглядах с его учениями или постановлениями. Он стремился уничтожить все еретическое, будь это люди или их произведения. Достаточно было высказать сомнения относительно авторитета папских учений, и это могло стоить жизни как богатому, так и бедному, как знатному, так и простолюдину. В международных СМИ говорится, что Папа Римский Франциск может в скором времени создать новый Ватиканский департамент, посвященный евангелизации. Вита Ноова, еженедельный католический журнал в Испании, говорит, что Святой Отец планирует создать особенный отдел евангелизации, он будет даже важнее, чем вековая конгрегация по револючению. Наш корреспондент Алан Норман сейчас находится в «Время». Алан, скажи, это часть усилий Святых Отцов реформировать Ватикан согласно этому отчету? Что будет делать этот отдел? Почему Папа Франциск хочет сделать это? Вита Ноова сообщает, что Папа хочет объединить два департамента для евангелизации. Это конгрегация для евангелизации людей, которые с территории миссии. Это Африка, Азия, Океания, а другой для ре-евангелизации стран западного мира. Он называет «Папский совет по содействию новой евангелизации». Идея состоит в том, что эти два департамента соберутся вместе и создадут один мегаотдел. Они называют это «Декастри», что означает «департамент». Так что это будет еще один большой департамент в Ватикане. Это происходило на прорежении всей этой продолжающейся реформы в понтификате Папы Римского. Мы видели, как другие соборы Ватикана собираются вместе и формируют более крупные департаменты. Чем они отличаются? Тем, что этот ставит приоритет на евангелизации. Он всегда говорил об этом. Это дало бы для Папы дополнительный импульс. Алан, ты освещал вопрос Рима годами. Что будет означать этот новый отдел для конгрегации доктрин веры? В том же отчете Лоренс сказал, что конгрегация доктрин веры будет играть менее важную роль. Она будет состоять на уровне ниже от этого нового отдела евангелизации. Все эти департаменты Ватикана служат, чтобы помочь Папе в его миссии поддержать веру в мире и защищать веру. Конгрегация по доктрин веры существует 16 века. Сказать, что она будет полностью вытеснена отделами евангелизации? Ну, нет. Я не думаю. Не следует забывать и того, что Рим гордится своим постоянством и неизменяемостью. Принципы, которыми руководились Григорий VII и Иннокентий III, по-прежнему остаются принципами Рима католической церкви. И если бы только она имела власть, она еще с более энергией и упорством проводила бы их жизнь, как в прошлом, так и сейчас. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Когда же начнет избываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше.